Всем привет! С вами Станислав Васильев и сегодня мы попробуем самую младшую и самую доступную в X-линейке камеру Fujifilm, модель X-A10. В отличие от модели X-A3, которую мы попробовали в предыдущем видеообзоре, здесь нет горячего башмака для вспышек и немножко отличается управление. Плюс камера основана на 16-мегапиксельном сенсоре. Камера поставляется со стандартным объективом 1650, оснащенным оптической стабилизацией. В пересчете его фокусное расстояние от 24 до 75 миллиметров, потому что внутри камеры установлен сенсор размера APS-C. В общем-то на этот объектив можно снимать все основные сюжеты, от общих планов, поскольку он достаточно широкоугольный, до довольно крупных портретов. Точно так же, как у модели X-A3, сенсор здесь с обычным классическим байеровским расположением пикселей. В отличие от старших камер Fujifilm, у которых не байеровская, то есть не обычная матрица. Что касается качества картинки, то этого разрешения вполне достаточно даже для печати на довольно большой формат. Ну, например, такой, как 30 на 40. С ростом ISO, естественно, картинка будет меняться, но высокие рабочие ISO здесь вполне нормальные. Давайте посмотрим, что происходит, посмотрим разные ISO. По умолчанию чувствительность регулируется в пределах от 200 до 6400 единиц ISO. При необходимости в JPEG можно повышать чувствительность до 25600. Но, опять же, нужно понимать, что в экстремальных значениях фотографии будет лучше всего смотреться в каком-то небольшом формате, например, в соцсетях или в Инстаграме. В Fujifilm X-A10 есть как механический, так и электронный затвор. С механическим доступна максимально самая короткая 1,004 секунды. Если вы хотите снимать бесшумно или использовать на солнце, например, сверхсветосильные фиксы, то можно переключиться в электронный затвор. Смотрите, с механическим камера издает звук во время съемки, ну, потому что внутри работает механик. Вот так это происходит. Если я сейчас переключусь на полностью электронный затвор и продолжу фотографировать, вы не услышите ничего. Причем в меню камеры можно выключить абсолютно все звуки, и даже ваша модель не узнает, что вы ее снимаете. С электронным затвором минимальная выдержка сокращается до впечатляющей 1,32-тысячной. То есть у владельца этого фотоаппарата появляются те же самые возможности, что и у владельцев самых дорогих, топовых камер Fujifilm. Если вы хотите снимать ночной пейзаж, ночной город или даже те же звезды, на фотоаппарате можно установить выдержку вплоть до 30 секунд. А если нужно еще больше, чтобы, например, звезды превратились в такие эффектные следы, то можно перевести ее в режим балл. И вот сколько вы будете держать кнопку спуска, столько фотоаппарат будет снимать. Особо отмечу фирменную систему расширения динамического диапазона, которая по умолчанию работает в автоматическом режиме. Но при желании можно установить ее и вручной, использовать 100%, 200% или 400%. Все это может быть очень полезно при съемке против солнца, или, например, если вы снимаете из темного помещения наружу, для того, чтобы сохранить детали и в светах, и в тенях. Понятно, что Fujifilm X-A10 нацелена на тех фотографов, кто не хотел бы тратиться на дорогую технику, но при этом желал бы получить картинку не хуже. Поэтому, помимо классических ручных и полуавтоматических режимов, которыми пользуются профессионалы, в этой камере есть масса сюжетных программ с внятым описанием, творческих фильтров, всевозможных настроек. Плюс, естественно, фирменная имитация пленочных цветов Fujifilm, избавляющая от необходимости накладывать на снимки пресеты хоть в Lightroom, хоть в Photoshop, хоть даже в высокоонном смартфоне и других программах обработки для мобильных устройств. Можно прямо в камере выбрать нужный профиль, ну, например, яркий или более нейтральный, либо черно-белый, либо можно снимать в RAVI, и потом при помощи встроенного в X-A10 конвертера прямо без компьютера или без смартфона обрабатывать результат. В том числе в этом конвертере можно корректировать яркость, контрастность, цвет, работу шумодава и уйму других параметров, что позволяет обойтись без компьютера. То есть прямо в фотоаппарате просто берете и обрабатываете. Результат, то есть то, что вы отсняли прямо камерой, можно сразу же блэровстроенному Wi-Fi передать на смартфон, для того, чтобы быстро поделиться этим в соцсетях или в Инстаграме. Как вы понимаете, качество при этом будет разительно лучше, чем на любом смартфоне. Можно отредактировать фотографии прямо в фотоаппарате или не редактировать их вовсе, сделав это в мобильных приложениях. Давайте посмотрим, как это происходит. Так, соединилась, появилось меню. Ого. Так, обзор карты памяти. Нет, и вот он, этот снимок. Удобен Fujifilm X-A10 и для съемки селфи. В отличие от более старшей модели X-A3, экран у него не сенсорный, но точно так же полностью разворачивается. И вы можете, например, вот таким образом его сделать. При этом изображение на самом экране будет в абсолютно нормальной ориентации. И таким образом можно сделать очень классное селфи. Как видите, изображение развернулось. И можно, например, запилиться на фоне кибитки. Вот у нас в кустах пасется настоящий олень. Они совершенно не боятся людей, потому что олень – животное большое. И я использую телевик. Я могу, конечно, подойти ближе, но использую телевик просто для того, чтобы не беспокоить животное в его естественной среде. И получаются отличные кадры. Единственное, что, конечно, здесь темно. ИСО достаточно высокое. Сейчас камера показывает, что ИСО 800, ИСО 1000. Но, тем не менее, как вы видите, картинка получается абсолютно пригодная. В том числе для печати на достаточно крупный формат. Ну и надо понимать, что в этой камере установлен оптический стабилизатор. Ну, вернее, он не в самой камере, он прямо в объективе. За счет этого можно снимать на более длинных выдержках, получать резкую картинку. Но, конечно же, оптический стабилизатор не помогает зафиксировать оленя. Он только борется с тремором ваших рук, когда вы рефлекторно трясете камеру во время съемки. Камера пишет кадры на карты памяти SD, отсек для которых находится прямо здесь, рядом с аккумулятором. Если установить сюда быструю флешку, то вы получаете хорошую скоростную серийную съемку. Причем буфер, даже если заполняется, очень быстро сюда сбрасывается. Ну, вот, например, как происходит съемка в самом качественном JPEG. Видите, камера снимает, затвор в этот момент работает. И практически даже нет ощущения, что буфер здесь переполняется. Съемка продолжается на довольно высокой скорости. Естественно, если переключить фотоаппарат в RAW, то серия будет меньше, потому что сами файлы RAW весят гораздо больше. Ну, вот, смотрите. Ну, вот сейчас съемка в RAW. Все равно очень хорошая производительность. Видно, что буфер переполнился. И, кстати, надо сказать, что вот по ощущениям эта модель даже получается в чем-то интереснее с точки зрения серийной съемки, чем более дорогая модель X-A3. Но, естественно, нужно сделать скидку на то, что в X-A3 24 мегапикселя, а здесь их все-таки 16. Что касается ресурса работы от батареи, то, собственно, питается камера от вот такого аккумулятора NPW-126S, и от него она может сделать до 410 снимков от одного заряда. Но надо понимать, что это цифры, полученные при замерах по стандарту CIPA. И если пользоваться камерой, например, в режиме серийной съемки, меньше использовать вспышку и выключать фотоаппарат, когда вы им реально не пользуетесь, то цифра может быть в разы больше. Это может быть даже несколько тысяч фотографий. Плюс у, естественно, X-A10 есть большое достоинство. Камера может питаться прямо от USB. То есть здесь есть USB-разъем. К нему можно подключить совершенно спокойно пауэрбанк, вставить сюда кабель, и заряжать аккумулятор в дороге, в том числе в путешествиях. Например, в гостинице даже заряжаться от телевизора или в машине от магнитолы. От любого источника, от любого источника USB, который дает достаточное напряжение. Что касается записи видео, то в этом плане модель X-A10 тоже чуть-чуть попроще, чем более старшая модель X-A3. В разрешении Full HD, то есть в 1080p, можно писать до 30 кадров в секунду. А если вы захотите сделать эффектное слоу-мо, ну, придется снизить разрешение до 720p. То есть эту камеру совершенно спокойно можно использовать для того, чтобы вести собственный влог или записывать эффектное видео во время путешествий. Fujifilm X-A10 – это хорошая камера для тех, кто хотел бы приобрести доступный фотоаппарат, заряжающийся от USB со сменной оптикой и выдающий отличное качество картинки. В наличии все ручные режимы, настройки для продвинутых фотографов, здесь масса настройка фильтров для тех, кто хотел бы покреативить без компьютера, плюс винтажный лук и возможность существенно кастомизировать камеру, приобретя дополнительные объективы для творческих съемок. Цена у X-A10 демократичная, а результат находится на уровне гораздо более дорогих моделей. Субтитры подогнал «Симон»